Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Алексей, все нормально, видно, слышно? Я через тебя тогда обратную связь, если что, я тогда закончу, тебе передам слово, потому что у меня вообще не отображается ничего, просто пустой экран. Поэтому, если что, ты мне на Viber, тогда звони, будем обратную связь так держать, потому что по-другому никак и тянуть уже не будем, потому что основное все-таки для европейских... А Ирина переводит, да? Окей, I will have my feedback from Alexei through Viber then. Ну, вот, друзья, как говорится, без технических сбоев, поэтому мы и перестали сейчас вести вот эти сразу несколько комнат, потому что постоянно идут технические сбои, которые от нас не зависят. И, по-другому, the reason why we stopped conducting several rooms at once, it's because of the technical problems we encounter, just like right now. Сегодня, друзья, 20 декабря, среда, поэтому по традиции мы проводим наши технико-экономические вебинары с Алексеем Суходоевым по развитию проекта. Сегодня 20 декабря, сегодняшний день, поэтому традиционно у нас есть наш технический и экономический вебинар вместе с Алексеем Суходоевым на проект SkyWay. У нас был довольно-таки длительный перерыв при общении с нашими венгерскими друзьями, но и в этом месяце это у нас только первый вебинар для российской аудитории. We had quite a long break in our webinars with our Hungarian friends, and even with the Russian audience, it is only the first webinar this month. И не проводили мы не потому что не хотели, а потому что постоянно были в разъездах, постоянно в практическом реализации уже запуска технологии SkyWay. And we did not conduct the webinars not because we didn't want to, but because we were in trips all over the place implementing already SkyWay technology in different cities and countries. И сегодня, так как уже в этом году у нас заключительный вебинар, то мы коротко или, скажем там, символически подведем итог за 2017 год. Так, у нас слетела венгерская комната, но я, поэтому небольшой перерыв. Так, у нас слетела венгерская комната, но мы будем ждать и ждать немного. Продолжение следует... Ирина, это Сергей Анатольевич вылетел. Сейчас, если не включится, то я продолжу. Мы потеряли связь с мистером Сибирико. Мы будем ждать немного. Продолжение следует... Продолжение следует... Видишь, да, Алексей? Да, вижу, слышу. Так, Ирина, приветствую. Наверное, появилась комната у нас сегодня, видите, опять с вами. Сейчас слышно? Видно, Ирина? Видно, но стало очень плохо слышно. Просто наушник. Без наушника слышно, да? Так слышно, да. Поэтому мы сейчас так часто и прекратили их вести, потому что это пока нерешаемая задача. Ирина, сейчас слышно? Сейчас хорошо, да? Да. Все, Чаба, продолжаем? Все слышно? Так, ну, друзья, более-менее наладилось сейчас технически, и комната российская заработала, так что давайте будем с вами продолжать. Если коротко говорить о 2017-м годе, который прошел, то однозначно можно сказать, что это в прямом смысле год Скайвэя. Конечно, основное событие 2017 года – это эко-фестиваль, который прошел 1 июля в Марьиной горке в Беларуси. Я не буду много говорить об этом событии, о нем сказано очень много. Самое главное для нас, всех, кто в проекте, – это то, что было заявлено, что Скайвэй существует, и оно есть. И сегодня мы даже не обсуждаем и не вступаем в дискуссии с теми, кто ставит под сомнение существование технологий или сомневается вообще в ее работоспособности. Все эти дискуссии мы переносим в другую аудиторию и с другими людьми. Мы работаем и общаемся только с теми, кто верит своим глазам и видит реально технологию, которая существует. И как бы это сейчас, ну скажем так, парадоксально не звучало, но та трагедия, которая произошла в прошлую пятницу в Эко-технопарке, когда столкнулся Юнибус и технологический трактор. Даже наши самые недоброжелатели вынуждены были признать, что при столкновении трактор был разрушен, а Юнибус своим ходом вернулся на базу. Это показало надежность машины Юнибуса. И это произошел невольный такой кэш-тест, который показал именно мощность и надежность этой машины. Ирина, секундочку, у нас опять Вензы слетели. Мы потеряли хунгаристы. Я как раз очень извиняюсь, эти технические накладки, они как раз и сделали то, что мы перешли... Я очень извиняюсь за эти технические оверлапы. Печатных листков. Сейчас, секундочку, перегружается комната. Ху-ху. Мальчика. Мальчика. Открытируйтесь. Екатерина. Мальчика. Продолжение следует... Давайте тогда я в русскую включусь и все. Продолжение следует... Приветствую вас, дорогие друзья, коллеги. Несмотря на то, что в уральской части уже за 12 часов ночи, но мы традиционно проводим вебинары, тем более он такой почетный, итоговый. Несмотря на то, что в уральской области мы проводим вебинары, особенно потому что это последний год. Сергей Анатольевич начал говорить про то происшествие, которое действительно всех потрясло, и Пан Анатолий Эдуардович также намного быстрее возвратился с Арабских Эмиратов. Это действительно такой непредвиденный крэш-тест, когда Юнибус столкнулся неожиданно с погрузчиком. На самом деле тут никакой мистики, либо, как некоторые стали предполагать, каких-то заказных актов, тем более террористических актов ни в коем случае нет. Но вы должны знать, что ничего не было мистического, ни в коем случае нет, ни в коем случае нет, ни в коем случае нет. Нет, ничего подобного. Очень мало, я бы сказал, мизерная вероятность действительно была, что такое столкновение может произойти, но, наверное, это неспроста. И также было направлено на еще больше улучшение технологий SkyWay. Во-первых, хотим сказать, что водитель, который пострадал и попал в больницу, сейчас его состояние стабильное и связались с родными, близкими, семьей, то есть все, как полагается в корпорации. И как вы понимаете, в юнибусе никакого водителя и пассажиров не было, он просто ехал и пересеклись пути погрузчика и юнибуса. Юнибус чуть-чуть пострадал, путевая структура абсолютно нет. Я могу сказать, что кабину полностью снесло у погрузчика, у юнибуса незначительное относительно повреждения. Давайте вспомним такую ситуацию, когда у Теслы, у автомобиля Тесла случайно воспламенился аккумулятор, соответственно, загорелось днище. Насколько большая угроза была для пассажиров в этом случае. Что произошло бы, если, допустим, это какой-то был автобус, либо, не дай бог, маршрутка в традиционном транспорте. То есть тоже авария с достаточно неприятными последствиями. Я более чем уверен, так как противосходная система выдержала, то есть юнибус не сошел, так скажем, с рельса, что пассажиры, если бы они там находились теоретически, пострадали в минимальной степени, либо вообще не пострадали. Чего абсолютно не скажешь для той ситуации, которая обстоит с традиционным видом транспорта. И вообще вся эта история еще раз доказала, что, да, действительно, мы создаем и инвестируем, наверное, самый безопасный вид транспорта на Земле. Более того, я хотел бы сказать и сразу переместиться по истории наших похождения на визит Пантоли Эдуардовича. И наши арабские коллеги абсолютно не смутились этому инциденту. Естественно, все абсолютно выводы будут сделаны. И я могу сказать, что Пантоли Эдуардович еще больше улучшит систему, но арабские наши коллеги сказали, что да, такое бывает и это абсолютно ничего не значит. Наши арабские коллеги сказали, наоборот, что доказывают, что ваша система безопасна и продолжим ее действовать. И мы могли молча обсуждать, именно без всяких вопросов, без всяких уточнений, процесс формирования адресных проектов в арабских странах. Были установлены очень серьезные договоренности по направлениям различным, в том числе, действительно, высокобюджетным. И, соответственно, высокоприбыльным проектом в арабских странах. Как вы понимаете, в Бурж-Халифе непростые переговоры происходят. Очень серьезные договоренности были достижены в различных направлениях, в том числе высокобюджетный, высокобюджетный, высокобюджетный проект. Как вы понимаете, в арабских странах нет небольших договорений в Бурж-Халифе. 2018 год, друзья, и я, пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить уже заканчивающимся, действительно, 2017. Успешным для нас, я считаю, будет очень гибким стратегией. И, соответственно, арабские эмираты этому показатель, потому что, действительно, это новая такая вот страна, которая присоединилась к мощному шествию адресных проектов SkyWay. По планете. And our Emirates is a good indicator, because it's a totally new region that joined this march of target projects all over the planet. Происходило не просто общение, уже конкретные, конечные такие переговоры по некоторым направлениям с королевской семьей. Результат мы не можем освещать, потому что это закрытая информация. This was not a simple fellowship. This was a discussion, even final negotiations of some directions of our project with the royal family. Of course, we cannot discuss the results right now as they are confidential. И я могу сказать, что да, действительно, как бы, арабские эмираты заинтересованы. Давайте сейчас перенесемся немного в прошлое. А именно на выставку «Транспорт России» этого года. На этой стадии у нас фактически уже завершилась финальная бумажная работа по результатам сертификации. Сертификация прошла, и можно сказать, что наш транспорт сертифицирован в Беларуси и России. На правом слайде вы видите, что, собственно, это все было представлено в виде отчета высшему руководству Российской Федерации. А премьер-министру, на сегодняшний день действующим Дмитрию Анатольевичу Медведеву, проект был представлен еще в 2009 году на госсовете. Я бы назвал реакцию премьер-министра нейтральной, но не отрицательной. Насколько принята, либо не принята была технология SkyWay на высшем уровне, покажут только формирование, либо неформирование адресных проектов на территории Российской Федерации. Именно с вашего указания. Очень много встреч было, очень много переговоров, в том числе непосредственно я общался по направлению блокчейн. с очень неожиданными собеседниками, с топ-менеджерами российских банков и платежных систем. Но самое важное то, что было заключено уже непосредственно соглашение о сотрудничестве, непосредственно в нашей стране. В нашем трехсекционном Юникаре между ЗАО «Струнная технология» и МИИД, старейший транспортный институт России. И это действительно обозначает, что в ближайшем будущем уже начнется, действительно, она уже началась. Начнется уже в виде введения программы обучения предметов по дисциплине SkyWay. Which truly means that in the nearest future, and it has already begun, these programs on SkyWay will be introduced in this highest education. Очень интересно, друзья, то, что действительно как бы попытались сделать выпадки, некоторые преподаватели и Анатолий Эдуардович их действительно лучше не назовешь «приструнил». And what's quite interesting, friends, that some teachers have tried to attack our system, but Mr. Yunitsky had put them in their place. Он привел всю достойную, действительно, лучшим образом аргументацию, как мешали раньше коллеги именно из транспортных департаментов и так далее, из непосредственно МИИТа, а также именно предшествующие участники и те, кто попытался постановить движение SkyWay. He has given the best argumentation, also stating the previous attempts from the transport department, also including the same university, to hinder the development of SkyWay. Вот вы, кстати, видите справа нашу поездку. Это была моя первая в жизни поездка и всех остальных директоров на юнибусе. Это абсолютно бесшумный, это суперкомфортный, это действительно безопасный вид транспорта. А вот эти вот деятели начали говорить, что якобы люди будут летать в разные стороны, будут ударяться головой на потолок, об стены, об стекла и идти по ускорению будет аж 9G. И когда Анатолий Эдуардович услышал выпады в свою сторону таким образом, действительно как бы начал очень жестко отвечать, и самое интересное, студенты начали это все дело снимать на телефоны, поэтому не удивлюсь если этого есть уже в ю-тубе и набрало много просмотров. Друзья, если честно, я не знаю, будем ли мы участвовать в следующей выставке «Транспорт.Россия», потому что на этой выставке большого желания участвовать прямо не было у руководства ЗАО «Струнные технологии», и только по причине, что планировалась встреча с высшим руководством решение это было принято. Время покажет. Время покажет. Итак, после Минска, где, кстати, было успешно подписано именно продление соглашения Skyway Capital с ЗАО «Струнные технологии», мы отправились Сергеем Анатольевичем в Сюрих. И там была поездка именно как плановая поездка, и далее мы дальше по Швейцарии отправились именно по взаимодействию с нашими потенциальными партнерами по блокчейн платформе, по пиару, маркетингу и юридическим услугам. Итак, после ЗАО «Струнных технологий» мы отправили планированную путешествию в Сюриху, чтобы встретиться с нашими потенциальными партнерами на блокчейн, то есть PR, маркетинг и легальных сервисах. Вот одну из компаний вы видите «Блокхаус», это одна, наверное, более чем пяти компаний, с которыми мы ведем переговоры по маркетингу и пиару, упаковке наших будущих размещений на платформе блокчейн. Итак, вы можете видеть здесь одну из более чем пяти компаний, с которой мы договоримся, которая называется «Блокхаус», которая будет помогать нам маркетить и сделать PR для пакетинга наших сервисов, когда они находятся в блокчейн. Были проведены именно такие переговоры уже вживую, установлены шаги на 2018 год и предстоит сделать действительно очень много. These were truly live negotiations, steps for 2018 have been planned and there is truly a lot to do. Блокхаусу, именно вот операционному директору, я на своем неидеальном, так скажем, английском представил проект не то что в виде презентации, ответил на его вопросы. So, as to blockhouse, I have presented to its chief of operations in my not so ideal English, but I presented him with our project. И на все вопросы, которые были мне заданы, был получен нашими партнерами достойный ответ. И у блокхауса было примерно 40 минут времени, они действительно как бы все выслушали. Сейчас мы будем заполнять уже непосредственно опросники там и так далее, то есть стандартные процедуры. So, all the questions they have asked me were given a worthy answer. They had only 40 minutes for us, but they have listened carefully to everything we had to present. And now we will already fill in all the different paper works with the questions from them. Что касается наших партнеров по юридическому направлению, то более двух часов прошло общение, и я могу сказать, что ранее примерно пять-шесть бесед по Skype, опять же по два, по два с половиной часа были проведены. As to our partners in legal matters, we have had a meeting for more than two hours, and additionally to the previous meetings by Skype. Five or six meetings, two and a half hours each. Ситуация в криптозаконодательстве меняется с космической скоростью действительно, но мы к этому готовы, мы понимаем, что делать, и у нас очень мощные партнеры. Сейчас для того, чтобы зарегистрировать компанию и именно создать компанию по крипто направлению, необходимо будет поставить штамп FINMAT, то есть у финансового регулятора Швеции. Now, in order to register a crypto company, you have to get a stamp from FINMAT, that is financial authority of Sweden. И, естественно, когда мы это пройдем, друзья, это можно сказать, как будет такое признание именно в юридическом плане платформы, которая готовит размещение для проектов SkyWay. So, when this happens, this will be a legal recognition of the platform where we are going to place our cryptocurrency. And after Zurich we went to other regions, mountainous regions, where we met with authorities. Юрос, наш партнер, именно такой вот новоиспеченный действительно активист, боец, топ-эксперт SkyWay Capital, организовал нам первичные переговоры и вообще достойно очень ведет это направление адресных проектов. Мы посетили деревню Сан-Бернандино. Это небольшой очень кантон, друзья. Нашим новым и активным партнером Юри, топ-эксперт в SkyWay, организовал для нас первичные договоры о цельных проектов. И мы посетили маленькую городу, называемую Сан-Бернандино. Это небольшой очень кантон, друзья. Кантон Грау-Бунден. И там всего лишь, вот в этой деревне 150 домов. Это очень маленький кантон, Грау-Бунден. И в этой маленькой городе только 150 домов. Но огромнейший туристический потенциал. И как раз таки проекты в этом направлении мы собираемся оцифровывать на нашей блокчейн-платформе. У мэрии, у руководителя непосредственно как кантона, так и коммуны не было никаких удивлений, когда им представляли, допустим, что Юнибус может быть и сауной, и подвижным отелем. Они понимают действительно перспективу для своего региона. Они понимают актуальность технологии блокчейн. Это действительно, как говорится, звезды сошлись в нужном месте в нужное время. И уже непосредственно согласовав проекты, непосредственно я могу сказать, вот такие прекрасные регионы будут осваивать проекты SkyWay. Мы уже перейдем к логике размещения и оцифровки этих проектов. На самом деле, создав и начав один проект, пойдет действительно вереница новых проектов и дубликация туристического горного зимнего направления туризма по всей планете. Когда мы начали один проект, мы получим целую рамку. Он будет идти по всему миру. Мы получим туристов, морозовый, вентиляционный проект по всей планете. Также наши коллеги отметили, именно коллеги уже власти Кантона отметили, что они с удовольствием бы рассмотрели связку деревень и замену автобусного сообщения, автомобильного сообщения на именно коммуникацию по технологии SkyWay. И также наши, я уже могу назвать их коллеги, из правительства Кантона сказали, что они не предупредили связь между городами, чтобы заменять автобус и автомобиль с технологиями SkyWay. То есть опять я могу сказать, что действительно ожидаемый план и реальный план был перевыполнен, то есть полное понимание и поддержка как власти, так и наших партнеров 2018 год именно в швейцарском регионе в плане SkyWay и в плане блокчейн-платформы будет очень прорывным и интересным. Как всегда, это был план, который привлекает большие результаты, чем план. Мы получили понимание от авторитетов, поддержку от наших партнеров. И я могу сказать, что 2018 год будет в прошлом году для SkyWay и блокчейн. И сейчас вот вы увидели именно зимний туризм. Давайте перенесемся в Индонезию, куда отправился Виктор сразу после Арабских Эмиратов. Это уже направление морских портов. Регион, к сожалению, назвать не могу, но могу сказать, что один из первых проектов по морским портам пойдет здесь. И опять же будет сеть адресных проектов именно по направлению морских портов, применима к SkyWay. И все было организовано замечательно нашей партнершей, также активистской, индонезийской коренной. Это именно Мадина Туль. Хрупкая, но очень боевая девушка. И вот на этом месте, которое вы видите, где щепки, где развалины, где грязная вода, то есть чем-то похожее даже на Таиланд, будет воздвигнут порт мирового качества и действительно как бы суперавтоматизированный. И я могу сказать, что также дубликация и запуск этих портов далее начнется стремительным самым образом. Я не исключаю, что также будет это направление оцифрованное и развиваться в логике блокчейн, потому что всегда лучше получать две капитализации, реальную и цифровую. И я не исключаю, что эта направление будет также дигитал. Друзья, я могу сказать вообще, что никто никогда не применял блокчейн инновационные инженерные транспортные технологии, тем более транспорт второго уровня. Скайвей – это детерминированное, четко определяемое движение по заданной траектории, поэтому действительно блокчейн идеально вписывается. На путевой структуре Скайвей находятся сенсоры, которые передают информацию и, соответственно, эти транзакции должны максимально быть защищены и подкрепляться с созданием блоков в логике традиционного майнинга, но не того, что у биткоина. Уже, я думаю, в феврале, где-то ближе к марту, мы начнем уже такую серию английских вебинаров, не для сообщества Скайвей, но для блокчейн сообщества, так называемые AMA Sessions. Сейчас верстается и в январе уже запустится сайт, тизер сайта мы его называем. Он будет постоянно обновляться, но даже тизер сайта, он по дизайну действительно уже такого очень серьезного мирового уровня и постепенно можно будет зарегистрироваться блокчейн, но не путайте это с MLM, с реферальной системой и так далее. Итак, мы сейчас будем строить эту систему, и в январе мы будем launchать новую сайт, который мы будем называть Тизер, который будет постоянно обновляться и будет на очень серьезном уровне. и в январе вы уже сможете зарегистрироваться блокчейн, но, пожалуйста, не разговаривайте с маркетингом или реферальной системой. Сейчас разработчики, ну, наверное, сейчас в Telegram посмотрю, они будут активны в чате, потому что они работают и действительно работают на пределе своих сил. Их чуть больше, так скажем, трех, но действительно работают за тридцатерых и очень огромные таланты и способности. Если я посмотрю в Telegram, я бы definitivamente смогу увидеть, что наши разработчики онлайн, потому что они работают, я могу сказать, на день и на день. Они работают чуть больше, чем тридцатерых, но они работают как тридцатерых. И у них есть отличные таланты. Просто, естественно, в январе мы будем расширять примерно еще на два, на три разработчика, так как спектр задач увеличивается. Но когда я общался на транспорте России с одним из банков, они сказали, что тридцать разработчиков работают над их направлением, я им задал только один единственный вопрос. Сколько разработчиков у вас работает действительно на полный рабочий день и занимается только вашей задачей? Тут уже, естественно, начали юлить. Сколько разработчиков действительно работают полный рабочий день только для вашей задачи, а нет ничего другого? И там, конечно, они начали пытаться найти какие-то слова, чтобы поговорить. То есть, друзья, действительно, мы научены опытом и всегда у нас один вектор и один пример. Это как развивался, как развивается SkyWay. И вот эти три человека, они работают как тридцать вот тех разработчиков. Наверное, напоминает наше КБ в самом начале, зао струнные технологии. И несмотря на то, что именно как такое вещество, венчурное направление было начато группой энтузиастов, в том числе мной и Сергеем Анатольевичем, Пантолий Эдуардович действительно подтвердил, что блокчейн в применении технологий SkyWay необходим. Естественно, сейчас появится много энтузиастов, желающих попытаться договориться, попытаться что-то там привязать блокчейну, создать какую-то экономику. Но, друзья, поверьте мне, это непросто. И та работа, которая проделана, это уже фактически полгода. В 2018 году, уже в начале года, вы все увидите и соглашения непосредственно по взаимодействию нашей будущей платформы. Непосредственно с зао струнные технологии и также уже переговоры на следующих уровнях, помимо швейцарцев, именно уже по оцифровке адресных проектов. Сейчас действительно можно сказать, что криптоэкономика двигается очень стремительными шагами. То есть уже фактически больше 600 миллиардов долларов капитализация. И в следующем году дойдут до триллиона, но до таких цифр, как 5, 10 триллионов, 20 триллионов, без реального применения и без реальной оцифровки реальных инфраструктурных процессов, основанных на прорывной технологии, скорее всего достичь будет сложно. И в следующем году дойдут до триллиона, но это не возможно, чтобы достигнуть 5, 10 или 20 триллионов, без связи с криптоэкономией к реальной экономике, без дигитализации инфраструктурных проектов, основанных на прорывной технологии. И, друзья, мы видим реакцию тех людей, иностранцев, с кем мы ведем переговоры по этому направлению. И это дополнительная капитализация, дополнительная монетизация технологии SkyWay и создание новой цифровой экономики. И мы видим реакцию наших сообщественных партнеров, с которыми мы договорились both SkyWay и блокчейн. И мы начнем именно в следующем году регулярные вебинары по этому направлению, для тех, кто будет интересоваться нашим твиттером, нашим телеграммом. И, естественно, они будут погружаться именно криптоэнтузиастам. А что же такая технология SkyWay, которая формирует новые сверхприбыли в криптоэкономике, потенциально? И самое главное, друзья, что у нас действительно есть экономика токена, у нас действительно есть понимание, куда двигаться именно в реальной инженерной пипостазе. И эта синхронизация действительно как бы виртуозна и даст огромный результат. Мы осознаем и понимаем, что в 2018 году нам нужно будет очень серьезно ускориться. Да, те же самые арабы сказали, что покажите нам кое-что, не могу сказать что, и все будет хорошо. Но, друзья, вот это кое-что надо показать своим ускорением. Мы осознаем, что в 2018 году мы действительно должны ускориться. Потому что наши арабы сказали, что мы должны показать им что-то. И я не могу сказать, что это что-то. И тогда все будет хорошо. Но для того, чтобы показать это что-то, мы действительно должны ускориться. Но мы делаем это не только для них. Мы делаем модель, которая будет финансировать, которая будет обслуживать, и которая будет обезопасивать и улучшать технологию SkyWay, формируя уже новое цифровое пространство TransNet. И как только пройдет первое размещение, как только мы запустим непосредственно нашу платформу, своими силами, не силами, я имею в виду вашими и так далее. Именно самые рисковые инвестиции будут запущены нашими силами. Пойдет действительно стремительное развитие этих размещений. И действительно тогда те процессы, которые запараллельны по адресным проектам, и где нас порой спрашивают, все хорошо, можем дать землю, но дайте нам немножко финансирования. Постройте экотехнопарк, построите тестовый участок. Друзья, на этот вопрос ответ будет. Мы сделали огромный задел и действительно уже взобрались на этот трамплин, и в 2018 году мы с него поедем, прыгнем, и постараемся натренироваться, подготовиться так, чтобы не переломать ноги, а приземлиться с фурором под аплодисменты. Итак, мы сделали подготовленный работ. Мы построили этот трамплин. И в 2018 году мы будем прыгать от него. И мы будем тренировать нашим лучшим, в том, чтобы не разрушить наши боли, но чтобы действительно вернуться от этого прыжка успешно и получать аплодисменты. Поэтому, друзья, заканчивая свой вебинар высказыванием из одной из конференций, кто-то из ясновидящих предсказал, что 2016 год будет достаточно простым, 2017 сложным, 2018 гиперсложным, но уже таким достаточно интересным, в плане даже получения первых прибыли, но 2019 уже просто шоколадным. Я бы хотел бы закончить мой вебинар с помощью одной из конференций, где какой-то сеер сказал, что 2016 будет просто, 2017 будет очень сложный, 2017 будет очень сложный, 2018 будет очень сложный, но уже интересный, с первых прибыли, и 2019 будет очень сложный, complete happy life and chocolate. И поэтому, друзья, действительно, вся стратегия уже подготовлена, все инструменты запустятся в 2018, и сейчас проходят финальные испытания, мы к этому готовы. стратегия готова, все инструменты готовы, чтобы начать в 2018, финальные прибыли, и мы готовы, друзья. Пользуясь случаем, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Обязательно будет поздравление от руководящего состава Skyway Capital. Сергей Анатольевич, возможно, совместит свои поездки с визитом в Швейцарию в зимние каникулы. Я буду в области Таиланда, обязательно делаю прямое включение, так что кто там, можно встретиться. Я бы хотел, опять же, использовать эту возможность с вами с Новым годом. И это ведение от Skyway Capital будет обязательно congratulating всех. И Мистер Сабириков может выйти в Свитселанды в Северный визитуте. И я буду в Саиланде и я буду в Саиланде с вами в Саиланде. И если вы там были, мы могли встретиться. На январь уже запланировано примерно три поездки. Все они очень серьезные, в том числе и по блокчейн направлению, и по конференциям, и по переговорам. И, друзья, как говорится, время технологии, которое пришло, ничто не может эту технологию остановить. Ни конкуренты, ни какие-то маркетинговые войны, ни что-либо. В 2018 году мы увидим очень много трех серьезных путешествий, которые будут включать блокчейн. Мы будут разные конференции и договоры. И я бы сказал, время для этого технологии, и ничего не может остановиться. Ни конкуренты, ни ни какие маркетинговые войны. поэтому в 2018 году мы увидим очень много действительно уже реальной реализации адресных проектов, начало строительства, и, соответственно, это просто будет происходить сразу во многих точках земного шара. В 2018 году мы увидим первую имплементацию цельных проектов. Мы увидим строительство в разных местах в мире. проектов естественно, будут соблюдаться все этапы, то есть в начале это предпроектная документация, получение земли, геодезические исследования. Но, друзья, вот когда уже это можно будет рассказывать, головная компания нам обязательно поведает. и спрашивали, когда же закончится, сменится этап. Друзья, что-то мне подсказывают, если до конца декабря это не произойдет, то в январе уж точно должно произойти. Поэтому, друзья, с наступающим! Строй Skyway! Спасай планету и дай дорогу в мир Транснету! Передайте этот вебинар именно вот уже запись всем англоговорящим. Несмотря, кстати, на то, что у нас заблокировали YouTube-канал, то есть начинается серьезная игра против нас, но мы, друзья, выстоим, потому что мы непоколебимы. И, если вы не сможете с ответить, это если военнопленное все сообщение будет. Используйте, что наш канал у вас удален и не избежать и против нас. Мы протянем. Потому что мы нестанчиваем. Благодарю, друзья! Благодарю, Ирина! Спасибо, друзья! И хорошего счастья! Продолжение следует...